Всем привет! Сегодня у нас будет видео в формате лайв-покупки, то есть покупки, грубо говоря, в онлайн-режиме. Сегодня я вам покажу, ну и, соответственно, может вам понравится такой формат видео, как и что я покупаю, по каким причинам я выбираю, гаджеты, по каким принципам я выбираю, выбираю продавцов, ну и почему заказываю там и у тех. Значит, сегодня я хотел бы приобрести смартфончик Xiaomi Redmi Note 3 Pro. Да, в этом году, конечно, и в прошлом году Xiaomi наклепала всяких различных версий Xiaomi Redmi Note 2, в этом году Xiaomi Redmi Note 3. И Redmi Note 3 Pro это, скажем, самая продвинутая версия этого смартфона, то есть это модификация этого смартфона, в которой у нас собраны очень даже такие интересные фишки. Ну, давайте начнем с того, что как мы ищем, то есть у кого мы будем покупать смартфончик Xiaomi Redmi Note 3 Pro. Смотрел я в различных магазинах, в частности в GearBest, на Banggood, на Kulikuli, то есть у всех они стоят на пресейле и, соответственно, они будут доступны у них где-то только во второй половине февраля. На Алиэкспресс я списался с несколькими продавцами, которых я планировал бы приобрести, ну и продавцы сказали, что как бы есть. Некоторые сказали, что это у них только пресейл, поэтому наличия у них нет. Но тоже как бы такая ситуация, что китайцы очень часто врут. Ну и здесь тоже у меня нет стопроцентной уверенности в том, что у того продавца, который я хочу купить, он на самом деле будет в наличии. Но все же как бы мы будем дерзать, мы будем пробовать, ну и будем надеяться, что все-таки он у них есть. Значит, понятное дело, что сначала мы смотрим на предложение, которое у нас есть на рынке. На самом деле предложений у нас немного, всего лишь раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь позиций. Ну и конечно же, как правило, то люди выбирают у нас по самой низкой, самой маленькой цене. Самая низкая, самая маленькая цена у нас вот у магазина Hong Kong Goldway. Здесь у нас продается версия на 16 гигабайт, если я не ошибаюсь. Да, 16 гигабайтная версия, у которой 2 гигабайта оперативочки. Но меня интересует не самая маленькая, слабенькая, самая простая версия, а версия, которую можно назвать Pro Prime, наверное, вот так вот. Потому что Prime у компании Xiaomi, как раз они называют смартфоны, которые являются максимальной начинкой, с максимальной комплектацией. Давайте посмотрим сюда. Да, это у нас тоже 2.16. Ну и нам, в принципе, ничего не остается, как выбирать вот этот вариант, либо же вот этот вариант. А, не, здесь тоже 16. То есть, здесь, например, у X-Show Technology Solidarity Shipping King 24 Hours, то я не раз покупал, в принципе, неплохой магазин, но иногда бывает, что подкосячивают. В частности, у них я спросил по поводу Redmi Note 3 Pro, и они сказали, что у них пресейл. На Hong Kong Goldway, то сказали, что как бы он у них есть, и смогут отправить, скажем, как можно скорее. Ну, это стандартная фраза у китайцев, но меня интересует, в частности, в частности, в частности, Silver White. То есть, вот такая вот конфигурация. То есть, он мне обойдется 265 долларов 31 цент с учетом доставки. То есть, доставка здесь платная, доставка, но в частности, в Украину, только компании AliExpress Standard Shipping. То есть, грубо говоря, это либо шведская почта, либо какой-то почта Эстонии непонятная. Ну, скорее всего, шведская почта они будут отправлять. Почему вообще хочу купить этот смартфон? Потому что аппарат, на самом деле, интересен. В нем установлены вот здесь, кстати, и все отличия. Новый процессор от компании Qualcomm. Это Snapdragon 650, у которого 6 ядер. То есть, у обычных версий Xiaomi Redmi Note 3 и 3 Prime, то там стоит Helio X10. Разрешение у них у всех одинаковое. То есть, экранчик у них такой же, корпус у них всех такой же. Отличается только объем оперативной памяти. Ну, у Prime версии обычной и такой. Это тоже по 3 гига оперативки. Это одинаково. И отличается также у нас основными камерами. То есть, у Redmi Note 3 Pro камера на 16 мегапикселей. То есть, должна быть по логике лучше, чем та, которая стоит в смартфоне Xiaomi Redmi Note 3. Просто. То есть, без приставки Pro. Батарейки у нас остались те же. Поддерживаемые частотные диапазоны практически остались те же. Но у версии Redmi Note 3 Prime есть еще поддержка диапазона CDMA-BC0. Кто знает, какая это частота, то можете проверить. Потому что некоторым важно, чтобы была поддержка CDMA-A. По сетям LTE четвертого поколения здесь, в принципе, все идентично. Почему буду покупать у этого продавца? Потому что Google 2 я покупаю довольно-таки часто. То есть, я уже не знаю, наверное, уже не один десяток смартфонов я у них купил. И в 99% случаев с ними все окей. То есть, проблем с ними, как правило, нет. Единственная проблема с ними, которая была, которая мне так на память переходит, это вот за, наверное, последние полгода, один раз, в общем, такая вещь была. Я у них заказал смартфон ZOOC Z1, который они сказали, что у них вот-вот они отправят. Но так и не отправили, просто-напросто у них его не было. Ну и в конце концов, я говорю, давайте буду отказываться от заказа, будем отменять. Ну и они, в общем, единственное, что огромный плюс, что они без проблем отменяют заказы. Если реально, как бы, вот им сказать, что я не хочу больше ждать, то они говорят, окей, все, давай отменяем заказ. Открываешь спор, они сразу принимают в тот же день, и фактически деньги возвращаются вам очень быстро. Поэтому, фактически, и закажем этот смартфончик у них. Он лежит у меня уже в корзинке. Так, в корзинке у меня здесь лежит остальных два смартфончика у них. Вот, я это дело сейчас удаляю. Ну и, соответственно, будем заказывать. Спросил я у них, спросил, можно ли доставить DHL, то есть DHL. Но они сказали, что нет, только такой вариант. Их шоу, например, но они соглашаются на доставку DHL, то есть там без проблем. В общем, давайте я буду заказывать, и потом продолжим. Итак, мы пришли непосредственно уже практически к последнему этапу оформления нашего заказа. То есть здесь мы можем оставить сообщение для нашего продавца. Я всегда всем продавцам оставляю такое сообщение. То есть я пишу, что... Обычно пишу, что please send phone with a Russian language and you plug charger. То есть, ну, чтобы отправили с русским языком и, соответственно, с европейской розеточкой, либо с переходничком. Но в данном случае с этим смартфоном я точно знаю, что у продавцов еще нет мультиязычной прошивки. И у них есть только оригинальная прошивочка без русского языка и без гапсов, соответственно. Ну, поэтому я написал, что если возможно, то отправьте, пожалуйста, с русским языком, с гугл-сервисами. Если нет, тогда просто можешь отправить с стандартной прошивкой без всего этого. Надеюсь, что просто за то время, пока телефончик ко мне дойдет, то как раз и прошивочка у них тоже уже появится. Вот, и я просто сам уже тогда ее установлю. После того, как мы все это сделали, нажимаем оформить заказ. И здесь мы, соответственно, выбираем метод оплаты. То есть, обычно я оплачиваю вебмани, но сегодня я буду оплачивать не с вебмани, а с карточки. Потому что на вебмани деньги почти закончились, а на карточке они есть. Поэтому сейчас буду платить с карточки. После того, как наш платеж успешно совершен, то у нас появляется такое окошко, где нам предлагается прикрепить нашу карту к кальширку Alipay. Я этого не делаю. Вы, конечно, можете делать по своему желанию, но я не знаю. Я к Alipay свою карту прикреплять не хочу и делать, в принципе, этого не буду. Все, наша покупочка завершена. Ждем, пока обработается наш платеж. Ну и, соответственно, после этого будет уже непосредственно нам отправочка. Давайте посмотрим, что у нас там по заказам сейчас. Есть у нас там заказ, нет. Да, вот есть, пожалуйста, наш заказ, только что оформленный. Платеж сейчас проверяется. И надеемся, что до китайского нового года, то продавец успеет, сможет нам отправить наш заказ. И мы успеем его получить вовремя. Потому что если отправка не будет сделана до 7 числа, то, соответственно, потом уже придется ждать аж, наверное, до числа 15, а может даже дольше. Потому что китайский новый год у них длится довольно-таки долго. Вот такое сегодня было видео. Если оно было интересным и полезным, то пишите, пожалуйста, свои комментарии внизу. Если хотите, то буду делать и записывать все свои покупки на видео, для того, чтобы вы видели, какого продавца я выбираю. Ну и, соответственно, по каким причинам выбираю тот или иной товар и по каким причинам выбираю того или иного продавца. Все, тогда ссылочка на продавца, который я купил этот смартфон, находится под видео. Если кого интересует, то можете зайти и приобрести, потому что продавец реально нормально. Это не реклама продавца, это просто мой опыт, мой уже не однолетний опыт, скажем так. Ну а вы, конечно, имеете свою голову на плечах, ну и решаете, конечно же, сами. Всем большое спасибо за внимание, буду прощаться, ну и, как говорится, до новых видео. Пока!